История полицейского из Мариуполя, который оставался в городе до последнего. Виктор Коваленко, преподаватель по огневой подготовке. Под постоянными обстрелами и авиаударами он помогал коллегам. В конце марта, при попытке выехать из города, его задержали на российском блокпосту. После перевезли его в Еленовку. Нехватка еды, воды, допросы и побои не сломили героя. Его история далее в сюжете. Слава Украине! Героям слава! Так Виктор начинает занятия для курсантов Донецкого государственного университета внутренних дел, который сейчас базируется в Кропивницком. Мужчина пережил плен. 24 февраля Виктор отказался эвакуироваться из Мариуполя вместе с учебным заведением, а принялся помогать патрульным. Даже азовцы гордились их поступками, когда под обстрелами они пытались вытащить людей из-под завалов, из пожаров. Раненых развозили по больницам. Ужасно это видеть, когда возле одного подъезда лежат четверо убитых, а рядом люди готовят еду. В конце марта вместе с супругой и кошкой решились выехать автомобилем из Мариуполя. На выезде Виктора задержали. Меня сразу задержали. Я вот вышел в свитере. Меня забрали и повели в подвал. Все, супруга осталась. Она смогла поехать дальше, а Виктора бросили в яму к другим задержанным мужчинам. Там были и нацгвардейцы, и полицейские, и военные. Мои коллеги там были. И нас погрузили в тот автобус. Всех нас поместили в комнату 3 на 4. Нас было 35 человек. Затем Виктора перевезли в Донецк. Позже в колонию в Еленовке. Там в камере на 6 человек находилось 25 пленных. Военных всех били без разбора. Полицейских выборочно. В туалет не выпускали по несколько дней. Первые 10 дней практически еды не было никакой. Хлеб в день дадут четвертинку. Воды пару бутылей. Потом начали давать макароны какие-то. Били часто, под любым предлогом. Вот приходят и вас спрашивают, кто такие азовцы. Я говорю, в смысле? Спрашивают, люди или не люди? Через месяц Виктора и еще нескольких полицейских обменяли. Сразу же нашел супругу, и они вместе приехали в Кропивницкий. Я понял, что свободных людей невозможно одолеть ни геноцидами, ни голодоморами. Да, свободных духом. Так что я верю, что мы победим. Выдержать все и вернуться в строй помогли супруга и родные. Плюс друзья, которые тебя окружают, настоящие друзья. Потому что ты понимаешь, что война сорвала маски с людей. И ты видишь, что человек вроде нормальный был. А оказалось, что бодонок какой-то. И ценности поменялись. А больше всего Виктор мечтает после победы вернуться в родной Мариуполь. Как только, сразу, даже если некуда будет ехать, потому что часть души там осталась. Пережив плен, Виктор осознал настоящую ценность свободы и независимости. Этим пониманием делится теперь и со своими курсантами.